Рюрик Новгородский и Рорик Фресландский Рюрик Было бы удивительно, если бы в рамках изучения личности Рюрика в свете его нормандского происхождения исследователи не предприняли бы попыток установить его тождество с каким-либо исторически достоверным персонажем того времени. Как это ни странно, но единственным достойным кандидатом на роль первого правителя древнерусского государства оказался датский вельможа, представитель датской королевской династии Скиольдунгоф Рорик. Известный по европейским хроникам как Рорик, Рюрик, Фресландский или Итландский. Рорик личность весьма примечательная. Это был весьма активный, амбициозный, смелый, решительный и предприимчивый вождь. На его биографии следует остановиться подробнее уже хотя бы потому, что возможное тождество Рорика Фресландского и Рюрика Новгородского признавали и признают такие корифеи исторической науки, как Б.А. Рыбаков, Г.С. Лебедев, А.Н. Кирпичников и другие. Ютландские расклады. Впервые Рорик упоминается при описании событий 850 граммов. Одновременно в Ульцких, Бертинских и Ксантенских анналах, вероятно, в связи со смертью экс-короля Ютландии Харальда Клака. Чтобы понимать контекст этих упоминаний требуется сделать короткий экскурс в историю Дании первой половины. В.После гибели от рук собственного дружинника в 810 граммах, короля Ютландии Гутфреда среди данов разразилась долгая и кровавая междоусобица за престол. Одним из самых активных ее участников был Харальд по прозвищу Клак, то есть, Ворон. Дважды, в 812 814 гг. и в 819 827 гг. он занимал датский престол, но оба раза был изгнен своим конкурентом Хориком. В своей борьбе с Хориком Харальд Клак опирался на помощь франкского императора Людовика Благочестивого, в 826 гг, чтобы добиться поддержки Людовика он даже крестился, окончательно проиграв в 827 гг. Борьбу за власть в Ютландии Харальд Клак получил от Людовика Лен во Фрисландии, побережье Северного моря Западня Ютландского полуострова, со столицей в городе Дорестад, с условием защищать земли франков от набегов своих родственников свеев и данов. После смерти Людовика в 840 гг. Харальд исполнял свои вассальные обязательства по отношению к его сыну Лотарю, поддерживая его в борьбе с братьями Людовиком Немецким и Карлом Лысым. Рорик в исторических анналах Итак, первое упоминание Рорика Ютландского в франкских анналах связанной со смертью Харальда Клака. При этом бертинские анналы называют его братом Харальда, а фольдские и эксантинские племянником. Вероятно, Рорик был, все-таки именно племянником Харальда Клака, поскольку бертинские анналы, говоря о Рорике, называют его братом юного Хариальдом, а Харальд Клак в это время юным быть никак не мог. Поэтому, вероятно, бертинскими анналами имелся в виду некий другой Харальд, не Клак. Рорик. 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 далеко. О них просто не упоминают. В пользу того, что Рорик и Рюрик разные люди, можно привести довод о том, что предки Рюрика, как мы знаем, родом из района Упсалы, а Упсала древняя столица шведской династии Инглингов, в то время, как достоверно известно, что Рорик принадлежал к датской династии Скиольдунгов. На это можно возразить, что Инглинги и Скиольдунги известны нам исключительно по сагам, а в них черным по белому написано, что и те, и другие произошли от Одина. А если серьезно, то на самом деле родословные скандинавских правителей настолько перепутаны, что без детального генетического исследования их потомков, а где их взять, делать какие-либо категоричные выводы просто не имеет смысла. Так или иначе, в настоящее время историческая наука не может недостоверно установить тождество Рорика Фрисланского с Рюриком Новгородским. Неоднозначно это тождество исключить. Мне же остается предложить читателю присоединиться к той или иной точке зрения на этот вопрос, сообразно собственным желаниям и устремлениям, либо, как я, не присоединяться ни к какой. Хотелось бы только добавить, что, на мой взгляд, если Рорик Фрисладский действительно сумел стать основателем русской княжеской династии и первым правителем древнерусского государства, то для нас, наследников тех славен, скандинавов и финнагров, с кем вместе он создавал и выстраивал Русь, ничего постыдного в этом факте нет. Таким предкам можно и должно гордиться.